Друзья, всем привет! Havail F7X сегодня у нас. И эта машина не от представительства. Это машина от реального владельца, который ранее ездил на Audi A6. Покупал он ее в 2017 году и просто не верил тому счастью, что у него оказалась в руках. Новая машина с большой скидкой. Он начал фанатеть от марки Audi. Он обслуживался постоянно у официального дилера. Все дело у него. Но чем это закончилось, вы узнаете в этом ролике. Хапнул с ней говница откровенно. Мы снимали с ним видеоролик. Он есть на канале. Ссылочку оставлю. Спустя какое-то время он продает Audi A6 и покупает себе новый Havail F7X в топовой комплектации. На момент покупки в сентябрь 2020 года он отдает за автомобиль 1 миллион 950 тысяч рублей и выезжает из салона. Сегодня 80% времени мы выделим именно владельцу. Пусть он расскажет, что это за машина. Даст свой полноценный отзыв. Рассказывать вам про технические характеристики, что здесь стоит под капотом, я не буду. Потому что в этом нет никакого смысла. Про эту машину снят огромное количество видеороликов. Мы сделаем просто объективно. Свои плюсы, свои минусы. Знакомьтесь или вспоминайте Дмитрий, владелец Audi A6, который он продал. За 1 миллион 700 тысяч рублей и выбираете себе новый автомобиль. Вот расскажите, пожалуйста, как выбор пал вообще на Haval? Что вы еще смотрели? Мы когда ехали платить последний кредит за Audi, проходили мимо банка и смотрим на машину, одновременно с женой такой. Эй, крошка, кто тебя здесь оставил? Что ты такое? Непонятное новое. Прошли, смотрим, Haval. Я такой жене говорю, Ирина, ты смотри, это же вот в моем родном городе их собирают. Потому что многие знают, что завод Haval, он под Тулой. Он не под Тулой, он в городе Узловая, Тульской области. Я сам из этого города. Я там родился, вырос, закончил школу. И мы вот с этим автомобилем, он прям земляки с одного города. И мы такие, ага, надо съездить посмотреть, потому что снаружи красиво, но Китай, надо потрогать ручками. Мы поехали в салон, потрогали ручками и приняли решение, что да, Audi мы будем менять непосредственно на него. То есть другие варианты, там, я не знаю, Mazda, Toyota, японцы, корейцы. Дорого. По сравнению с ним, это не конкурент. Цена подкупила? Цена подкупила и подкупила внутрянка, количество опций. Потому что даже, когда вы возьмете японца, количество опций будет в разы меньше, чем здесь в этом китайце. Вот вы в любом случае читали отзывы, собирали информацию. По-любому вы не купили машину одним днем. Вот скажите, на момент покупки, это было в прошлом году, про эту машину в интернете куча информации? Информации куча, но в основном такого плана, что нам надо найти срочно минусы. Смотрите, здесь торчит болтик, здесь это. То, что непосредственно интересовало меня, я наткнулся в роликах, в которых маленькое количество просмотров, но такая более-менее интересная информация, такая как, допустим, сколько реальный расход? А он очень сильно отличается от заявленного. Какие косяки по машине? Но опять, их было очень тяжело узнать, потому что машина была свежая, кузов вышел, как я понимаю, в 2020 году, плюс пандемия, все наложилось, и там основные продажи пошли в сентябре, поэтому информации было мало. На данный момент ее очень много. Первые впечатления, буквально в первый месяц, в первую тысячу километров. Восторг. Серьезно, восторг. Как замечали правильно в вашем инстаграме в комментариях, купили мы Хавал, поменяли на Ауди, не от хорошей жизни, потому что у нас был очень ограниченный бюджет. То есть, мы продали миллион семьсот, и вот примерно в эти деньги надо купить автомобиль. Выбрали Хавал, и я думал, что я играю на понижение. То есть, у меня нет выбора, я иду сам на осознанный шаг, что придется потерпеть. А пришлось не потерпеть, а он прям нормально едет. У меня ожидания на Ауди были завышенные, а здесь заниженные. И вот он меня порадовал прям. Рулежка. Как машина держит дорогу? Не очень. Ага, вот. Рулежка. Это к минусам, вы сказали к плюсам. Вот именно рулит, как вы правильно заметили в обзоре про Дигуэлу, когда едешь на немцев, 150, 170, она вот как прилипла к земле. Просто руль держит прямо, и она едет прямо. Здесь ее надо чуть-чуть все-таки подлавливать по дороге. Я на ней быстро особо не ездил. Максимум до 140 километров на разрешенных участках М4, не нарушая, конечно же. Надо просто привыкнуть. Такие вот особенности управления, не более того. Но, конечно, рулится она хуже немца, без вариантов. В багажнике вот этого нового Мерседеса ГЛЦ лежит спонсор этого выпуска, который прилетел прямиком из Омска. Как вы думаете, что здесь? Давайте вскроем. Есть предположение, что здесь? А здесь, ребята, прилетел толщиномер от компании CarSys, модель DPM 816. Основная задача этого прибора, это изменять толщину лакокрасочного покрытия на автомобиле. И в чем привлекательность данного прибора? Что изначально, когда вы его получаете, здесь все лежит в комплекте, включая батарейку. И самое главное, что его изначально, в принципе, не нужно калибровать. Но проверить нужно, грамотно он работает или нет. На всякий случай вам положили все то, что нужно для калибровки. Это лежит вот в этом чехольчике. Как это работает? Все элементарно. Мы его включаем, дальше подходим к автомобилю и начинаем его проверять. Считывают очень быстро. 120. В общем, принцип работы вам понятен. 130. Для чего он нужен? Вот на сегодняшний день очень много людей покупают автомобили на авторичке. А на авторичке болтунов и пиндунов очень много. Машина не бита, не крашена. Приезжаешь, начинаешь проверять. Должно быть 115-120. Она показывает 170-200 и выше. Это говорит о том, что машина подвергалась либо вторичному окрасу, либо когда такие большие погрешности по показателям, что она уже идет со шпаклевкой. А вам об этом не говорят. А это повод для того, чтобы либо торговаться, либо и вовсе отказаться от автомобиля. Выездная диагностик у автоподборщиков вот приехать толщиномером, проверить вашу машину, что занимает примерно 20 минут, стоит 3000 рублей. Зачем тратить деньги, когда можно купить толщиномер под себя, если вы в поисках автомобиля на авторичке. Посмотреть, как он работает, выйти, потренироваться на соседних машинах. Все, у тебя есть свой прибор. Ты уже автоподборщик, ты уже можешь оказывать услуги по выездной диагностике за 3000 рублей. И компания CarSys тебе в этом поможет. Ребята из Омска вот конкретно эту модель сделали и разработали сами. Ранее они занимались пригонами автомобилей из США и понимают, как важен хороший качественный прибор. У него здесь головка сделана по такому принципу, что всякие различные выпуклости тоже можно проверять. То есть она, конечно, может давать погрешности, если неправильно приложить. Но в общем, суть в том, что с прибором нужно научиться работать. Покупая автомобиль на вторичке, такой прибор незаменим. Покупая новый автомобиль из салона, такой прибор тоже незаменим. Потому что ситуация, когда машина пришла, а она крашена, не редкость, вы об этом прекрасно знаете. И не забывайте, что он работает только по металлу. Проверять зеркала и пластиковые бамперы им не стоит. Ссылочка ждет вас в описании. Покупайте и пользуйтесь на здоровье. Дмитрий, расскажите те минусы, которые вы запомнили. Я прям смотрю, вы список подготовили. С чем вы столкнулись? Итак, список будет, как всегда, длинный. Потому что врать про машину я и про Audi не врал, вообще врать это плохо. Сейчас в последнее время началось, в морозы, в мокрую погоду, когда вы плавно подъезжаете к светофору, к стоп-линии, начинаете тормозить, и вот она переключается с третьей на вторую, и вы слышите со второй на первую и остановились. Это слышно больше изнутри, чем снаружи. Это плюс, то, что машина там не скрипит на людях. Но все равно это такая вот маленькая вещь, которая на ходовые качества не влияет. Ну вот, есть такая вот небольшая штука. Дальше здесь есть, как я понимаю, детская болячка, которая была на девятках. У меня была первая машина девятка, они же зубилы в простонародье. Когда вы резко даете газу, машина швыряет в сторону. Резко даете по тормозам, машину тоже. Как мне объясняли механики, я сам не механик, и технически у меня не очень. Там есть тяги, они разной длины, и из-за этого происходит вот такая вот вещь. Я думаю, что сейчас китайцы достаточно быстро разбиваются, сейчас они это уберут. Но опять же, когда вы это знаете, особых проблем в управлении машин нет. А вот когда не знаете, это может вызвать такое небольшое затруднение. Идем дальше. Коробка. Здесь стоит робот на двухдисковой на мокрой сцепке. Я про него первый раз услышал в Ауди, потому что когда я зашел в Ауди покупать, мне говорили, вы знаете, тут вообще-то стоит робот с двумя сцеплениями. Такого нигде нет. И хавал такой, да, да, нету. Но такое чувство, что двигатель японский, а коробка китайская. Двигатель говорит ни хао, а в ответ коробка говорит ничего, они не понимают друг друга. То есть именно программные настройки. Кто-то говорит, что это сделано специально, чтобы не убили люди коробку, когда очень быстро ездили. Кто-то для другого. Но коробка очень специфическая, надо привыкать. Допустим, надо резко ускориться, я нажимаю тапку в пол, машина ревет, а мощность не передает на коробку. Происходит 2-3 секунды, и потом она ускоряется. Ход работы педали газа тоже достаточно своеобразный. То есть вы вот жмете, она не едет, не едет, не едет, не едет, и опа, и устремилась. Ну вот они не понимают друг друга. Говорили, что адаптивная коробка. 24 тысячи. Подруга, ты когда-нибудь адаптируешься уже? Нет. Я езжу принципиально на Эко, не из-за того, что я пытаюсь сэкономить топливо, потому что там лично для меня самая комфортная езда. У меня в машине беременная жена, у меня в машине 5-летняя дочь, и мне не надо вот этих вот резких. Мне надо, чтобы машина ехала плавно. На Эко контролировать легче всего. Дмитрий, сразу перебью вас. Вот смотрите, вы говорите, у вас беременная жена, дочь. Очень многие задают вопросы о безопасности. Многие спрашивают, а где краш-тесты? Вы же изучали этот вопрос. Что вы находили? Ну, у нас же есть YouTube, ребята. Ну что вы, в самом деле? Первый запрос в Google выдает видео этих краш-тестов. Это, по-моему, N-CAP, как-то так называется. Видео, сколько? У него 5 звезд. По безопасности, ну вот они рядом где-то с Audi, как говорят те, кто проводит эти тесты. То есть это очень безопасная машина. Конечно, я изучил этот вопрос, потому что, когда натыкаешься на комментарии, мне же надо там ответить на комментарии кому-нибудь, поспорить с кем-нибудь. Первое время я прям этим очень сильно болел, теперь все. Вот есть видео, где вот он бьется. У него-то очень хорошие показатели. Ну, достаточно крепкая машина. Весит она, по-моему, в районе тонны 800. То есть нормальный металл. Вот к слову о металле. Известно официально, что все кузова оцинкованы. Изначально завода кузов оцинкован. Очень часто люди про это спорят, мол, как раньше были китайцы, которые цвели там чуть ли не через год-два. Периодически, лично мне в инстаграм, там вообще на поиске электронной, люди присылают некоторые фотки, где на автомобилях, где-то местами вспучивается, взбучивается, как правильно там поправите, краска. Я знаю, что у вас тоже есть небольшая кромка на капоте. Вот я вам ее показываю, друзья, на экране. Вот это не от дворника, это не механическое повреждение. Это произошло, само собой получается как-то. У меня предположение, что это произошло из-за вибрации капота. Потому что, когда вы стоите на холостых оборотах, если здесь есть блик, и вы сидите высоко, то вы будете видеть, что капот делает вот так вот постоянно. То есть у него прям вибрация очень сильная. А если вот там положить монетку, положим вот что-нибудь, и вы будете видеть. Мне кажется, это из-за этого. Но насчет того, что здесь отвалился кусочек краски на новом машине, у меня уже есть богатый опыт, когда на новом немце впучивается краска. Только здесь две абсолютно больших разницы. Когда я приехал в Audi, мне сказали, вы ничего не докажете? А когда я приехал сюда, мне сказали, да, вопросу нет. Приезжайте, когда вам удобно, мы вам перекрасим. Да, гарантия. Так как мы уже с вами договорились, снимайте этот ролик, я думаю, ну надо показать, если уж прям поправить до конца идти. Поэтому приехал, показал, потом на перекраску. Вот о вас как владельца автомобиля не смущает то, что вот у вас раз капот сейчас будет крашеный. В дальнейшем, когда машину будете продавать, все равно как бы это... Да нет, меня это абсолютно не напрягает, потому что, когда вы продаете машину, вы это честно все показываете. А еще лучше всего, помимо честности, у вас есть документы от официалов, что это официальный перекрас, что это не ДТП, что это косметический перекрас. Ну, я не вижу здесь проблем, потому что, когда говорят по поводу их неликвидности, а что, Audi ликвидная? Я ее 6 месяцев продавал. И не потому что, что там какие-то косяки были, потому что на общем фоне рынка, когда покупатель приехал, он сказал, что у меня прям конфета по сравнению с другими, вместе со своим товарищем. Я не вижу здесь проблемы никакой. Вас не смущает вот эти вопросы постоянные, что да как ты ее потом продашь, да кому она нужна, да на вторичке это нафиг не надо? Я сделал домашнее задание. Я вчера вечером залез на один небезызвестный сайт автомобилей и посмотрел. Знаете, сколько на Россию продается F7X? Сколько? 7. На всю Россию. Если это такие плохие автомобили, чего их не сливают? А в комплектации вот в этой ни одного нету. Вообще нету, не продается. А продались их, ну их много по-моему продалось. То есть у меня официальной статистики нет, но я знаю, что его купить не могут люди. У меня товарищ хотел купить, он не может. Очереди, там квоты какие-то, еще что-то. Друзья, я вам просто добавлю информацию. Вы знаете, что я занимаюсь покупкой новых автомобилей. Вот по Хавел я звонил, дилеру спрашиваю, как? Он говорит, не поверишь, если бы машин было в достаточном количестве, они бы просто разлетали здесь, как горячие пирожки. Мы их продаем, у нас нет проблем с продажами, мы не жалуемся. Машины приходят, их бронируют уже из поставок, поэтому разбирают именно вот Хавелы, F7 и F7X. Очень хорошо. Мы взяли автомобиль в сентябре 2020 года, это единственная машина, когда ко мне на парковке подбегали люди, говорят, это что такое? А сколько стоит? А как жрет? А что там внутри? Это китайцы, да? И вот такие вот вопросы, то есть люди удивлялись, то есть она прям притягивала взгляд. Сейчас уже попривыкли в Москве, но стоит мне уехать в мой домашний, любимый Тульский регион и в городе Узловая на нее оборачиваются, хотя там их делают, и вот в Узловой их мало. Вот присаживайтесь, вы в автопаде. Ну первое. Телефон 950, вот что первое? Первое. Телефон мы бросаем на беспроводную зарядочку, и он начинает заряжаться. И она лежит в удобном месте, не так в студии. Очень удобно. Да, вот реально. Вот она всегда. И насчет размера, ну вот у меня стандартный телефон, тут еще запас есть под будущее, как он будет расти. Дальше, что я делаю после телефона, это пристегиваюсь, и здесь вот это жирный плюс. Вот эта штука, она тяжелая, увесистая, она в руке прям вот он, приятный, оп, пристегнуться. Заглушки я никогда не ставлю, потому что, ну потому что это неправильно. Если нам нужна навигация, чипунька. Я картами пользуюсь Tugis, потому что гугловские карты, ну прям вот, ну вообще не заходят. Очень удобно, подкасты что-нибудь послушать, все. Вот здесь, вся часть у вас, вы возите все равно, там и ключи есть, и еще что-то, в силу того, что матовое, особо ничего не раз... Нет, просто видно, как если кофе прольете, надо получше вытирать, очень пятна видно. Рост какой у вас? Рост у меня метр восемьдесят три. Вот сейчас вы сидите максимально комфортно для себя? Да, мне прям хорошо, удобно, и по-моему сидение в самой, да, сидение в самой верхней точке, то есть еще я могу опуститься достаточно сильно. Я просто к тому, что я сижу сзади вас, и здесь места ну реально много. Я сам за собой могу сидеть. С точки зрения места, все классно. Головному устройству, я сказал, какие косяки есть, это вот подключение телефона. То есть мы сейчас, если включим музыку, вы мне наберете, у нас будет вот так... И то есть вы едете, там чилить, у вас там джаз играет, аккуратно, и резко у вас там звонок, то есть прям, ну, пугаешься. Так нормально. На самом деле, для безопасности может, аукнуться. это может аукнуться, поэтому лучше это исправить. Жена ездит на машине? Да. Что говорит? Очень доволен автомобилем. При том, что у нас стаж одинаковым, мы с 2008 года за рулем, ей очень нравится данный автомобиль. Да, есть вопросы к рулежке после Audi. Вот после Audi есть вопросы, до Audi вопросов, я думаю, нет. Руль, что мне нравится, он твердый, хороший, ну, не знаю, мне удобно. Очень много людей писали в инстаграме к посту про этот автомобиль, что вы дурак, потому что вы продали Audi, купили китайца, да это вообще, что за бред, и вы сейчас его еще рекламируете, будете сами хвалить. Что скажете по этому поводу, как владелец? Я хочу сказать, что, вот, конечно, плюсы, минусы, это очень хороший автомобиль за свои деньги, потому что, как только вы откроете рынок, потому что, я всегда живу в прошлом, я когда смотрю, там, хорошая машина, там, Solaris, ну, 800 тысяч, а я открываю Solaris, прям, M200, открываю, и я вчера открыл машины, вот, за эту стоимость, максимальной комплектации, знаете, кто их конкурент? Captur, Duster, Sportage, вот эти машины, не Mazda, там, это уже другой диапазон, там уже к трешке, не Toyota RAV4, и вот, именно за свои деньги, ну, это прям очень круто, шум после 110, после 90, даже, если быть честным, уже появляется небольшой шум, но, мы можем спокойно разговаривать в салоне, с дочкой, вот она сзади сидит, я ее слышу прекрасно, с женой, именно вот в такой, не там орать, как еще, то есть, нормально, есть гул, но не критически, конечно, хуже, чем в Audi, в Audi, там вообще почти тишина была, здесь нет, то есть, за эти деньги, я почему-то всегда подчеркиваю, что за эти деньги, очень достойная шумоизоляция, что нельзя сказать про музыку, вот музыка здесь прям, и вот вы на нем проехали 24 тысячи километров, недавно вы проехали, прям так вот за раз, можно сказать, полторы тысячи км, вот реальные цифры по расходу, город, трасса смешанной, трасса, средний расход где-то 10,5 литров, в режиме эко, на скорости 110-130, по городу, средний расход у меня в режиме эко 12,7, это вот реальный расход, это мы и по трассе мы живем за городом, там 20 километров за МКАД ездим, и по городу ребенка в садик завести, на работу съехать, то есть, ну вот примерно такие цифры. Каска на автомобиль делали? Да! Сколько? И это великолепно! 28 тысяч! Полная? Полная! Без франшизы. Без франшизы. Сталкивались с комментариями о том, что если, не дай бог, машина попала в ДТП, нужно там менять дверь, бампер, еще что-то комплектующие, ждать очень-очень долго. Слышал, но когда я просил, где пруфы, Билли, покажи документы, ну пока не видел прям таких документов, ну слуху есть это, но фактически пока ни одного случая ручками не потрогал. Не потрогали, но я вам эту информацию подтвержу, вообще в целом по китайцам, не конкретно с хавалом, а вот с черри и так далее. Есть информация, что люди пишут, что действительно попадают в ДТП и очень долго ждать. Подключение мобильного телефона к головному устройству. Головное устройство, вот я думал, что оно начнет тупить, вот как телефоны. Вы покупаете, вот пользуетесь и начинаете, он подтупливает, подтупливает. Нет, магнитолы нет. Но вот, когда вы подключили через Bluetooth либо через кабель Android CarPlay, вы начинаете разговаривать с человеком, а он вас слышит секунды через три. То есть вы сказали, да, привет, человек молчит, молчит, молчит. Привет. Ну, прям оно режет. Ну, со временем привыкаешь, начинаешь уже чуть говорить по-другому. Дальше. Амывашка. Уважаемые сотрудники хавал, вы когда ставили бачок амывашки на 2 литра, вот зачем там место под капотом в вагон? 2 литра. Говорят, что 2,5, но вот я покупаю амывашку 5-литровыми вот этими баклажками. Вот баклажку надо залить 3 раза, чтобы сделать. И в таком высокотехнологичном автомобиле, ну, потому что тут очень много всяких опций, электроники, там автоматический контроль полосы и так далее, а вот датчика амывашки нет. Мы не знаем, когда кончится амывашка. Мне кажется, все-таки это минусы. Ну, еще добавлю, что, да, тачка с круговым обзором, но есть свои, прямо реально жирные фишки, но при этом крышка багажника открывается механически вручную. Да, да. Регулировка руля тоже механическая. Тоже механическая. Подогрев лобового нету, хотя есть, например, рапиды за миллион, там, 150, где как опцию, ну, там, миллион 250 можно как опцию заказать. Здесь же этого почему-то нету. Поставить доводчик, 54 тысячи, гарантия один год. Сказали, крышка тяжелая, скорее всего, он сдохнет через год. Я так подумал, ну, как, мне жалко 54 тысячи за доводчик. Это первая моя машина с бесключевым доступом, и я не знаю, как он работает в морозы и в дождь. Когда морозы и дождь, иногда не срабатывает. А так, то есть, в хорошую, сухую погоду, все работает прям няш-мяш, а вот в дождь, в морозике, это уже сухо. Сенсор тупит, да. На Тугеле, то, что я снимал, то же самое замечал. Вопрос. Вот эти машины, этой зимой, если не ошибаюсь, активно на севере горели. Так это же тачка огонь. В чистом виде. Юмор это хорошо. Вы не побаиваетесь, что... Нет. Во-первых, перед тем, как кричать, а, паника, мы все сгорим, надо изучить вопрос. Я залез в Google, налез, полез в источники, и, знаете, оказывается, на севере тачек-то горит очень много. Там и Бэхи, и Мерседесы, и прочее. Наткнулся. Я ждал, пока будет официально закончено расследование данного инцидента. И пришли они к выводу такому, что, да, есть косяк. Они признали свой косяк. И была отзывная кампания. Что это значит? Вы приезжаете к официалу, и вам, могу ошибиться, терминология, какую-то трубку топливную меняют. Мне ее поменяли, когда я приехал на второй ТОМ, и говорят, мы вам автоматически меняем эту трубочку. А не в курсе, те, у кого машины сгорели, им производители не говорили? Насколько мне известно, у них был выбор полностью получить деньги за автомобиль, либо точно такой же новый автомобиль. Но документы в руках не держал. Опять же, это все по слухам интернета. И чтобы машина воспламенилась, на ней должен быть установлен автозапуск. Без автозапуска они не воспламенялись. А у меня здесь нет автозапуска. Что еще из плюсов? Вот оптика, она реально хорошо светит. Есть автоматическое переключение ближнего-дальнего. Такая же штука была в Ауди. Ну, знаете, их можно пользоваться. Вот на трассе, там, М2, М4, ну, негде пользоваться, там везде свет. То есть, я там на дальнем не езжу. А где-то на других участках, ну, прокатился пару раз. Вроде прикольно, но, я не знаю, мне проще самому переключать. То есть, именно этой опцией я не особо пользуюсь, но работает она достойно хорошо. Вот эта штука. Вот ни разу у меня не было адаптивного круиз-контроля. Это когда не просто скорость выставил, перед вами выехала машина, и она сама начинает тормозить, а потом сама разгоняет. Удобно, на однополосной. Вот выставили, ножки вот так вот сделал, конечно, это небезопасно, неправильно, надо там на тормозе держать, ну вот, и держите. А при том, что есть контроль полосы, что мне пиарили в Ку-7, что вот, она сама едет, она тоже сама едет, сама рулем крутит, то есть, уровень технологичности. Но до тех пор, пока есть разметка, как разметка кончается, ручки лучше держать. Не, опция удобная, когда долго по трассе едешь, прям удобно. В общем, вы в шоке от того, что это, условно, машина классом ниже, а по фишкам... Это комфорт-класс, это эконом-комфорт-класс, это не премиум. Нафраширована. Она нафраширована, она как топовый немецкий премиум-класс, то есть, по количеству опций. Например, меня удивило, что она сама тормозит. Не было у меня таких машин. То есть, я еду, отвлекся, и у меня машина резко по тормозам. Я смотрю, а передо мной машина остановилась прям резко, экстренно. А я даже этого не заметил. Выезжаю с парковки, зад высокий, смотрел не в камеры, я почему-то, хоть здесь камера обзора 360, качество, которое оно есть, я дерево увижу и прочее ребенка. И я начинаю выезжать, и у меня резко машина бросается в паркинг. То есть, она сама видит, с какой стороны едет в слепой зоне машина и переводит это. То есть, для меня это прям какой-то следующий уровень. В Ауди этого не было вот таких вот всяких там контрольных светов. Оно это в Ауди есть, но просто это совсем другая цена. Просто это очень дорого. Это для понимания, вот здесь есть Android CarPlay, а в Ауди за Android CarPlay с меня хотели взять 170 тысяч только за одну эту опцию. Если все вот эти опции в Ауди запихнуть, это будет стоить просто каких-то безумнейших денег. Вот мне интересно, кто говорит, что они через год рассыпятся. Откуда у вас информация? Поделитесь с прупами. Машинам всего год. Рассыпется она или не рассыпется, покажет только время. Если мы говорим про надежность, из новых автомобилей было Ауди А6, а до этого была Хонда ЦРВ 2014 года. И я не могу сказать, что вот за это же время Ауди у меня уже два раза вставало колом. А это ездит. И он даже не знает, что надежнее. Понятно, что здесь есть какие-то детские валячки, но давайте начнем с того, что это новый кузов. Возьмем любой автомобиль в новом кузове. Или вообще любую машину возьмем. У нас что, все машины какие-то идеальные? Там вот в комментариях у вас писал человек про Паджеро, что плевался новый, там попался какой-то. Вот у меня есть ситуация с Ауди. У знакомых ситуация с Мерседесом, что вся электрика начала вырубаться на годовалой машине такую хорошую, С-класс, С-200, хорошей комплектации. То есть во всех машинах есть какие-то проблемы. Вопрос сервиса официального дилера. Вот я со своей колокольни могу сказать, что Ауди машина хорошая, а сервис плохой. А у Хавала я не знаю. Вот года через два я вам скажу. Вот пока у меня в этой машине я вам уже сказал те минусы, которые я для себя определил. Ну это очень достойная машина. Я даже знаете, как скажу, это великолепный автомобиль за эти деньги. И пока он берет, я так понимаю, что ценой. Как только они устранят все эти ошибки, на них ценник будет просто расти. Он просто станет дороже. А то, что здесь не хватает каких-то опций, вы за них заплатите. За эти опции. Вы поставите сюда доводчик, к цене плюс 50 тысяч. Вот добавится что-то там, к цене еще 100 тысяч. А пока он берет своей ценой, я не знаю, я за. Ну что, друзья, как вам такой отзыв владельца? Местами говорил минусы, на основании которых прям хочется сразу сказать, китаец, фу, говно. Подчеркиваю, эта машина не от представительства, он купил ее на свои кровно заработанные деньги. Местами, ну прям видно, поет как соловей, машину хвалит, все классно, всем доволен. Это его машина, его личное мнение. Парни, я вас всех приглашаю в комментарии и быть более сдержанными. На человека налетать, Дмитрий говорит, я уже жду эти говно комментарии, не стоит, давайте по существу обсуждать. Я прекрасно понимаю, что сегодня мир там делится на три лагеря. Первый, это те, кто говорят, что да, китайцы шагнули вперед, это хорошие автомобили. Есть вторые, кто говорит, ровно противоположные, они никогда не сидели в машине, они никогда не ездили, но это говно, потому что это Китай. И есть третий, которые мешкаются и думают, блин, брать, не брать, хороший, плохой, и начинают читать денежки. Дмитрий верно отметил, что с точки зрения цены это, конечно, сильно подкупает. Внешний вид красив, реально красив, то есть силуэты, хорошие опциональности. А что с ней будет дальше там спустя 3, 5, 10 лет? Да вот пока же только время. Факт в том, что сегодня купить этот автомобиль, зайти в салон не получится. Вам нужно будет в очереди постоять, сверху доплатить. Только так. Поэтому всех вас приглашаю в комментарии, если вы владеете автомобилем, и вам прям есть что про него рассказать, плюсы, минусы, честно, объективно, и вы готовы это сделать, почту мою вы видите на экране, также она есть в описании к каждому видеоролику. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канала, ставьте лайки, ставьте жирные дизлайки. До новых встреч, всем пока-пока.